здравствуйте дамы и господа мы с вами начинаем как бы разговор о следующей постановке тоже на новгород на 10 век вот как всегда хочется сказать что в тех ситуациях когда мы доходим до необходимости рисовать уже фигуру какой-то одетую дата конечно встает у нас вопрос собственно говоря некоторой образности постановка в этом плане я думаю что как бы исторические реконструкторы которые готовы как-то так сказать попробовать себя в роли живой натуры да они могли могут в общем-то сильно так сказать помогать решать этот процесс но с другой стороны натурщики могут тоже как-то пытаться обзаводиться какими-то историческими костюмами что мне кажется будет с каждым годом все более востребовано и вот эта постановка у нас начинается с эскизов ну или вернее в этот раз в общем-то захотелось как-то порисовать эскизы а конечно по хорошему надо делать это всегда потому что наша экономия на эскизах она выливается в то что мы потом эти же вопросы решаем просто более крупном формате что не всегда удобно большой опыт легче выкрутиться и маленькие больше сырых каких-то косяков будет но ксики будут всегда понимать что мы их не избежим но тем не менее вот хотя бы через раз начинать постановку с эскизов наверное все-таки оправданно ну вот в данном случае ведь что у нас используется такая тонированная бумага до аналогичная крафту не в чистом виде крафта все-таки то что продается для рисования то есть она более шершавая вот хотя в общем то и крафт как таковой тоже хорош вот и угольный карандаш насколько я отсюда вижу вот ну и соответственно когда мы берем тонированную бумагу если она только не самых светлых тонов даже при светлых тонах очень желательно иметь еще и белый карандаш и если мы с вами идем выбирать эти самые карандаши дата желательно там когда они продаются обычные бумажки такие лежат того чтобы их попробовать и как раз белый карандаш и соответственно когда вот эти карандаш и выбираем надо на бумажечках пробовать что карандаш был достаточно мягкий чтобы он наносился легко без усилия и скрипа там это мое личное мнение потому что иначе просто мучиться будете но данном случае у нас такое здоровое белое пятно в общем сразу его конечно хочется как-то обозначить но у нас есть и темные пятна они правда их больше в нижней части но в общем то сами одежда местами темные поэтому тоже и вполне можно скорости было бы как-то и обозначить а вот кстати эта часть центральная часть щита она не такая темная как на эскизе сейчас вышло вот но в любом случае тут получается вот какая штука что мы как бы не в чистом виде конечно делаем набросок в тоне хотя я думаю что дело на любителя но лично для меня всегда еще важен поиск линейного решения попытка поискать какую-то остроту именно линейного решения поэтому получается такой эскиз как правило у меня он носит более декоративный характер потому что роль линии до роль контура она именно попытки поиска какой-то музыки вот в этом контуре ну представляется как-то важный но я думаю что может быть и подход более тональной когда просто контуров почти нет или по и нет или почти нет и конечно гораздо более гораздо более верно передается тональная ситуация может быть вот оба подхода может быть даже попытка еще более верно взять в тоне и все равно что при этом роль линии до выразительной до на выразительного контура нам все равно присутствует ну а может быть вариант когда и контур не выразительные потом они верно взять такой тоже так вот дамы и господа я думаю что кроме всего прочего кроме прочей полезности да потому что если мы хотим чтобы у нас по рисунку было выразить на нашу работу не просто правильно а вот художественно выразительно в этом плане мы конечно можем смотреть на таких выдающихся мастеров как при валентин серов уже в зрелом своем возрасте дал который очень выразительный рисунок так вот если мы хотим чтобы у нас соответственно рисунок был не только верный сам по себе что наверное правильно и хорошо но немножко может быть что-то будет не хватать да вот если мы хотим что все было выразительный то конечно нам в эскизах по рисунку тоже надо искать по рисунку не просто с точки зрения анатомической какой-то правильности просто пропорции так далее хотя это тоже все должно быть но этого как бы немножечко маловато все таки поэтому соответственно но на пропорции тоже надо обращать конечно внимание то есть на основные моменты чтобы ноги не были короткими глава не была большая маленькая ну и в целом вот так вот получается что мы с вами как это часто бывает начинаем с каких-то формальных задач то есть более-менее закомпоновать более-менее верно взять по пропорциям вообще нарисовать попробовать первый раз как бы охватить в рисунке нарисовать что это такое что это постановка такая на этом пути находим мы гораздо более интересные вещи как это часто бывает это именно эту музыку линии музыку линейного рисунка что конечно же намного интереснее да вот и в общем-то музыку пятен находим да то есть передать пятна верно находим в итоге музыку 5 и так в общем то во всем в цвете скульптуре и получается что вот именно этим как раз снимается момент это академическая рутина то есть начинаем из какой-то вот необходимости верно взять какие-то какие-то в каком смысле формальные вещи конечно нужно учиться верно брать но находим мы на этом пути как раз на художественность в этом плане можно вспомнить вообще ситуации по жизни когда имеются какие-то внешние задачи да у нас а находим некое содержание да как там умирал отец до сказал детям что виноградники зарыл золото дети перекопали весь виноградник золото не нашли но зато виноград стал очень хорошо расти так вот собственно говоря вот наличие внешней задачи до когда нас угнетает период обучения надо попытаться увидеть что на самом деле не всегда внешние задачи будут так уж давлеть и далее в эскизах когда мы какая-то вот музыка нам даже если смутно начинает нащупываться то можно делать эскиз за эскизом чтобы эту музыку лучше выявить понимаете тут можно по-разному действовать можно просто один эскиз долго долго делать взять верно по тону и радостно писать дальше ну правда после этого можно будет сказать что компоновки почти не было а можно начав один сделать следующий можно даже там бросать не до делов потому что ты понимаешь что а вот то что в этом эскизе можно было вот найти она уже понятно а вот дай-ка я вот этот момент усилия ну например сейчас у нас щит с головой на одном уровне добыл и поэтому получалось немножко все таки как-то не очень хорошо а вот сейчас центральная часть щита она выше головы поэтому получить такая игра увидеть что как бы образуется воображаемая линия из центральной части щита такой кругляшок через голову тоже кругляшок куда-то вниз можно и по дуге и загнуть допустим чтобы она пришла в горшок мысленно да такой вот полукруг тоже своего рода вот ну и вот вы видите что на втором эскизе идет попытка как вот музыкальность линии тоже ее прочувствовать но именно и в контексте чуть другого расположения чуть по-другому расположить и за счет этого еще пытаться больше ухватить музыкальность линии музыкальность фигуры тоже даже собственно говоря обувь тоже как такие элементы тут конечно мы должны мыслить одновременно и изобразительно и в то же время с точки зрения так называемой формалистической композиции тоже мы должны конечно же мыслить то есть ну грубо говоря мы должны глядя на там картину сурикова видеть одновременно в этом же картину там словно говоря кандинского до или малину в хорошем смысле конечно смысле музыки 5 вот попытка как раз вот эту музыку тут по по схватывать но то что уголь смотрится синим да на записи это конечно просто какие-то недостатки записи на самом деле в общем то вполне себе обычный угольный карандаш как-то попытка более-менее наметить основные пятна и Продолжение следует... И, конечно же, желательно нам с рамкой, то есть с границей эскиза, границей кадра тоже работать. То есть двигать ее, уменьшать, увеличивать. В принципе, мы об этом говорим с вами с самого начала, но тем не менее это важно. То есть это тоже очень активный инструмент композиции, уменьшения, увеличения кадра. Отрезал что-то, добавил и так далее. Получается, что мы, может быть, в первом эскизе, в каком-то смысле, мы констатируем, какие у нас есть элементы, какой у нас есть набор элементов. А далее мы смотрим, что мы можем из этого выжить, сделав все элементы музыкальными. Ну, вот ведь, что третий эскиз, он отличается от первого. Первый он более документальный, что ли, да, можно сказать, а третий он уже, как бы, немножко попытка... Вот, в рисунке нащупать эту музыку рисунка, да, фигуры, музыку окружающего пространства, усилить ее. То есть не просто вот перечислить как фотографию, да, а именно усилить эту музыку. Тут тоже надо смотреть, то есть пятна, как вот они работают. То есть, с одной стороны, как они в жизни, ну, понятно, да, взять. Но тоже надо спрашивать себя, как они работают. Понимаете, то есть, в конечном итоге мы начинаем с задачи взять как в жизни, но мы ее не должны заканчивать. Потому что если мы будем и начинать, и заканчивать, то наша деятельность, конечно, будет абсолютно с изобретением фотоаппарата, как бы, обесцененно и обессмысленно. Вот. Ну, это все понятно, это мы неоднократно уже обсуждали. Я надеюсь, что наши дорогие зрители это все очень хорошо понимают. Так вот, получается, что в этом контексте мы не только должны искать, там, музыку цвета, да, то есть сначала начинаешь с того, что написать как в жизни, да, потом нащупываешь вот красоту оттенков, увлекаешься ими, и дальше уже в этом русле работаешь. Ну, и по рисунку. То есть нам надо вот музыку фигуры, да, ее, как бы, найти. Она всегда есть в любой человеческой фигуре, как и в любом объекте, ну, по крайней мере, в природном, да, там, в рукотворных объектах, она, в техногенных особенно, она не всегда есть. По понятным причинам, хотя тоже там может быть музыка прямых людей, да. А органика, она еще вся криволинейная. Естественно, она свою эту музыку всегда образует, но просто, в общем, всегда вопрос, конечно же, в нас. В нас, ну, и тут, конечно, такой ключевой фактор, как в принципе рисование эскизов, частое, и частое делание набросков, да, которое, конечно же, вот, периода вот таких заданий должно быть само собой разумеющимся, да, оно, конечно, желательно. Потому что, если наброски делаешь редко, то о музыке очень сложно будет говорить, ты будешь просто не понимать, о чем речь идет. Ну, и по тону, ну, как, то есть, получается, что мы нащупываем некое общее решение. Конечно, можно было бы сделать еще эскиз по тону в чистом виде, передающий тональность как есть, и его, конечно, лучше делать в таком случае карандашом на более плотной бумаге. Вот, но, как бы, в дальнее, в конечном итоге все равно и по тону, ну, просто неохота его делать, конечно, уже. Вот, а ученикам, конечно, желательно. Вот, ну, а в конечном итоге все равно по тону должны некую музыку также нащупать. То есть, дойти до обобщения и нащупать некую выразительность. Вот, попытка идет, видимо, решить ниже, выше делать щит, потому что, ну, вытянутый формат, надо ли вытягивать формат, да, возникает мысль. Насколько надо попытка сделать формат более короткий и композицию более плотную в этом, в последнем варианте. Ну, в принципе, тоже может быть обухозное это. Сейчас, конечно, предыдущие смотрятся как-то вот поинтереснее все-таки, по-настроенчески. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти линии, мы когда их уточняем, мы тоже все время смотрим не только с точки зрения документальности, правильности, с точки зрения на чувства, расположенные здесь, не здесь, да, здесь оставляем, двигаем, как, то есть, как бы мы... Фактически мы используем натуру, чтобы на ее тему, ну, как бы сыграть музыку, вот, так, попытаться это дело сформулировать, да. И в этом смысле и сама верность рисунка фигуры, когда мы к ней стремиться, начинаем или будем, или хотим, не хотим, а стремиться, она тоже нами воспринимается, как именно... Даже сама верность рисунка, даже не утрирование, а сама верность и правильность рисунка тоже, как... Как инструмент для того, чтобы открыть музыку. Понимаете, вот такой вот момент. Ну, на самом деле, конечно, это очень сильно произошло в искусстве, особенно отечественном, ну, я думаю, что, безусловно, это зарубежным пошел импульс, но просто каким-то у нас еще особенным путем это было тоже конца 19-начала 20-го века, да, больше, чем 100 лет назад этот вот процесс, он во многом, как бы, произошел, ну, и с другой стороны, в общем, мы понимаем, что русский модерн, он, конечно, некое особое такое явление, которое нужно тоже уметь понимать, как бы, красоту его и ценность, в том числе и для учебных задач наших, конечно, вот. Ну, а с другой стороны, потом, ну, очень много лет, очень многие мастера, они, конечно, работали под влиянием этого, да, потому что многие просто этот период их жизни как раз пришелся на их жизнь, да, потом они долго работали все равно на вибрациях модерн, ну, тот же Нестеров, например, да, или, например, Корин. Ученик Нестерова, да, ну, тот же Рерих, да, я думаю, что если бы Серов в Рубельне умерли достаточно рано, да, то тоже, в общем-то, совершенно неизвестно, но очень интересно, какие были бы произведения, да, уже позже. И, в общем-то, вот этот момент открытия музыки, да, он и позже продолжился, 1910-е, 20-е годы. И потом, конечно, он продолжился и позже, и потом был период, может быть, возвращения к более реалистическим формам, и потом снова как бы к более каким-то модерновым, ну, уже от слова модернизм, да, не от слова модерн, потому что нам, конечно, важно не путать модерн и модернизм, да. Вот, но тем не менее, но другое дело, что нам надо различать, опять же, как различать, какая музыка, да, это важно. То есть, музыка должна быть все равно, как бы мы должны стремиться к, условно говоря, к каким-то вещам, к лирике какой-то, да, к тонкости, к возможности, да. Не к музыке, скажем, линии любой, да, не к музыке грубой. Этот момент тоже важен, хотя, наверное, это не тема нашего ролика, конечно, сегодняшнего. Так вот, собственно говоря, что вот идет, попытка просто удостовериться, да, если более-менее какая-то что-то такое нащупано в композиции, идет попытка удостовериться, а может быть так, да, а может быть вот сюда подвинуть, а не лучше ли будет, да. Иногда бывает, сделаешь десяток, на десятом какой-то маленький сделал просто вот для очистки совести, и на нем, наконец-то, что-то понял, а вот лучше там вот это, вот это. То есть, получается, что вообще, в принципе, этот момент нежелания делать эскизы, да, вот о чем мы с вами часто обсуждаем, понятно, почему нежелание, да, потому что, ну, импульс растеряешь, как бы, да. Вот он снимается именно тем, что мы, если ты музыку ищешь, то ты импульс не растеряешь, если ты музыку, как бы, особенно сильную, красивую стремишься найти в будущей работе, то тогда, как бы, наоборот, ты можешь с каждым эскизом, как бы, подзаряжаться, если так. А если ты делаешь просто форму, потому что положено и надо, да, там, то, конечно, естественно, если через силу, да. Поэтому вот тут получается так, что можно за счет настроя, как бы, как найти, да, силы на это, так, и наоборот, подрастерять. Так, ну, вот ролик у нас сейчас подходит к концу, надо будет, сейчас какие-то будут фотографии уже. Ну, вот такой лист, ну, на самом деле, немножко по-разному выглядит на видео и на фото. Спасибо вам за внимание, дамы и господа, хороших вам рисунков, до новых встреч!